доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые наши контрагенты вчера буквально вечером в конце рабочего дня мне пришло электронное письмо в котором меня спрашивали а чем же определяется перечень профессии с объект в объектах использования атомной энергии которые подвергаются медицинским осмотром с повышенной степени внимательности и соответственно психологическим обследованием пришло письмо вопрос собственно я отвечаю определяется это постановлением правительства российской федерации 1 марта 97 года 233 старенький документ подписан он виктором степановичем черномыргиным и этот документ до сих пор до сих пор продолжает действовать самом начале этого документа приведены решительные противопоказания которые являются важными факторами недопуска работника до работы на атомных объектах а второй частью на ваших экранах вы сейчас их видите вы можете скачать этот документ у нас на сайте можете его скачать в правовой системе гарант их несколько этих систем везде можно найти видно что тут эпилепсия синкопальное состояние нарушение эндокринной системы щитовидки и так далее очень много противопоказаний но это для нас не главным является главным по этому вопросу является то что тут четко определены те должности категории должностей кто в обязательном порядке должны проходить психологические обследования наряду с медицинскими осмотрами на объектах атомной атомной индустрии это атомные станции давайте прочитаем тут очень в общем то понятно и немного написано руководящий персонал директор генеральный ли директор директор главный инженер заместителей начальников начальники 1 1 отделов отдельных подразделений атомной станции а самое главное в этом документе написано такая строчка замечательная есть персонал ведущий технологический процесс или оперативный персонал то есть это рабочий персонал массе должности делятся на руководителей и tr и рабочий персонал вот этот персонал особо сталкивающийся с источниками ионизирующего звучения подвергается этому самому повышенному контролю со стороны медиков и психофизиологов это пример по атомной станции я вам привел давайте промотаю дальше далее идет у нас после атомной станции работники судов с ядерными энергетическими установками то же самое капитан судно его старпом механики и так далее далее идем от судов переходим к работникам предприятий топливного цикла с ядерно опасными радиационными объектами опять же руководящий персонал директор главный инженер заместители начальники цехов это снежинск уральский электрохимический комбинат городного уральск лесной это чуть более десятка так называемых почтовых ящиков по всей стране не находятся далее работники предприятий и учреждений эксплуатирующих радиационные источники вот это очень важный пункт это могут быть любые предприятия транспортные прежде всего ржд перевозящие источники и низирующие излучения авиапредприятия добывающие компании обогащающие компании и так далее обратите внимание опять же есть тут такая строчка значит персонал снова его выделю персонал ведущий технологический процесс это рабочий персонал ростехнадзор особо на это обращает внимание понятно директор главный инженер заместителя отдела цехов и персонал ведущий технологический процесс вот собственно чему посвящен он достаточно большой этот документ чему посвящен приказ 233 требованиям медицинским осмотром давайте так выделю требованиям медицинским осмотром и психологическим обследованиям работников объектов использования атомной энергии повторюсь еще раз он есть у нас на сайте его можно скачать на сайте lp4 . про а можно зайти правую систему гарант задали вопрос я собственно его ответил кто и что проходит обследование собственно на этом все благодарю вас за внимание и удачи вам